И всем привет, и это уже пятая серия Пути Бомжа на Блэк Раше. В этой серии я буду проходить квестовую линию нового года, которая начинается у Барса. И всех я поздравляю с уже наступившим 2024 годом. К сожалению, раньше мне заснять этот видос не получилось. И в первом квесте нас просят починить ёлки тех, кто живёт на территории вот этого вот ивента. Здесь лёгенькая мини-игра, такая же, кстати, была в Хэллоуине на Мёртвой Руке. И также после этого нас просят починить гирлянды, чтобы уж точно у них удался Новый Год. Также нужно было сделать ещё несколько раз, и после того, как я всё сделал, прибегаю обратно к Барсу и получаю 5000 три подарка за выполнение этого задания. И уже во втором квесте нам дают джип и отправляют на ферму, благо далеко ехать не надо, немного отъехали и нас телепортируют. И по приезду я встаю на метку, и рабочие фермы нам говорят, что мне придётся поработать пчеловодом. В общем, было достаточно одной соты мёда, и я это всё сделал быстренько, всего за пару минут. И сначала надо было просто осмотреть несколько ульев, и после того, как мне попался нужный ульей, запустилась обычная мини-игра, которая запустится, да и если вы просто придёте сюда работать. После того, как я эту соту из ульей достал, подъезжаю обратно к Детюковичу, и я почти выполнил квест. Сажусь обратно в джип и еду к Барсу. По приезду мне говорят купить муку и специи. После того, как я всё это нашёл, и всё это можно легко найти рядом с ёлкой, мы должны сделать печеньки. Принцип приготовления такой же, как и на Хэллоуин, когда варили зелье. Осталось только этим печеньем угостить жильцов замка. За квест получаю 7 тысяч. И уже в следующем квесте на этом же джипе нас телепортируют на гору, где нужно найти оленей Деда Мороза. А нашёл я их на этой стеклянной штуке, похожую на мост. Но когда я к этим оленям подбежал, пришёл какой-то мороколюд и телепортировал нас в пещеру. И эта пещера оказалась ледяным лабиринтом, и пока я искал выход, нужно было собирать в сугробах снежки и ими устранять тех роботов, которые, видимо, стреляли в меня лазерами. Короче, я кое-как поблуждав, тут ещё поустраняв роботов, я всё же нашёл выход. И вот нас телепортируют обратно к замку, и теперь наш квестовый персонаж не Барс, а Дед Мороз. И в следующем квесте Дед Мороз приводит нас в его замок, и не знаю, этот Дед Мороз заодно с тем злодеем, или же это просто ловушка, но когда я пошёл к выходу, я провалился в ледяное подземелье. Чтобы из этой ледяной темницы выйти, нужно было пропаркурить прямо как в одной из мини-игр, и на это у меня ушло прям реально много времени, потому что паркур здесь какой-то очень сложный, я его еле-еле прошёл. Но теперь я хотя бы подлопчился, и более-менее знаю, как проходить побег в мини-игре. И вот, наконец-то я прошёл этот паркур, подбегаю к какому-то глыбе льда, чтобы взять зелёный изумруд, но тут меня бьёт током, и приходит опять этот мураколюд. Потом я его ударил, сбил на колени и заставил извиняться, после чего меня переместило обратно к ёлке. Но на этом квест не закончился, ведь теперь мне предстоит с этим мураколюдом поиграть в снежки. И я поначалу, если честно, вообще не понимал, что тут нужно делать, и бегал туда-сюда по меткам к этому мураколюду. Но только потом до меня допёрло, что нужно собрать снежки в глыбах снега, и потом скидаться в этого мураколюда. В общем, после того, как я попал в него 10 раз, я, видимо, выиграл в этой катке. И вот он от моих снежков опять валяется в снегу. В общем, после того, как мы унизили мураколюда, вставляем изумруд в какую-то штуку, и квестовая линия на этом подходит к концу. Мы видим, как проигрывается красивая анимация, мураколюд вставляет на ёлку звёздочку, и квестовая линия заканчивается. Нам выдают призы, и сейчас я зачитаю, что нам вообще дали. В общем, ввожу команду реварты, забираю 1000 очков блокпаса, после чего забираю ещё 1000 очков блокпаса, в общем, нам дали 3000. После чего забираю аксессуар, мешок с подарками. Сейчас я его примерю. Вот также последняя 1000 очков блокпаса, 100 тысяч рублей. Это реально хорошая сумма такая, согласитесь. И я даже сделал скриншот, как я их забрал. Ну и последнее, это VIP Silver на 2 часа. Также с этой квестовой линией я нафармил 16 подарков, и сейчас я буду их открывать. Давайте же к этому приступим. И открываем первый, тут у нас 5000 и энергия, ещё 10000 и энергия. Третий кейс, это у нас 1000 рублей и энергия. Здесь у нас просто 500 рублей без энергии, это как-то не очень. 1000 и энергия. Также выпадает ещё 1000 рублей, ещё энергия. Ещё 1000 рублей, опять же без энергии. Ну, я на самом-то деле хочу, чтобы мне выпадало побольше энергии, а не денег. Потому что деньги я и так могу заработать. А вот энергия нужна, чтобы прокачивать ёлку. Пока я всё это говорил, открыл ещё несколько кейсов. Нам даже выпало аж 30 тысяч рублей. Это реально хорошо. Выпадают ещё деньги, ещё энергия. Я даже не успеваю всё это озвучивать, потому что открываю очень быстро. И последний кейс, у нас просто деньги. И на всю энергию, которую мне удалось нафармить, это 17 тысяч, я прокачиваю ёлку. Был у меня, насколько я помню, 14 уровень ёлки. И сейчас посмотрим, на сколько уровней мне хватит. И вот, энергия уже почти закончилась. И это 19 уровень ёлки. Ну, неплохо. И вот я уже настроил аксессуар-мешок с подарками. Вот такой он красивенький. Неплохо так выглядит. Особенно подходит к скину Деда Мороза. И думаю, пока что он будет дешёвым. А потом, когда кончится ивент, вырастет в цене. Также я получил первый бронзовый кейс за отыгровку двух часов игры. И это первый бронзовый кейс на этом аккаунте. Так как он даётся только с четвёртого уровня, он стукнул у меня только сейчас. И мне выпадает... А выпадает мне 3 экспи. И, ребят, тут произошёл такой момент. В общем, здесь было не 2, а 3 квестовых персонажей. Это Гном, Дед Мороз и посерединке была Снегурочка. И у неё, насколько я знаю, были самые долгие квесты. И, к сожалению, ни одного квеста у Снегурочки, так как её я проходил отдельно, ничего не записалось. Я не знал, почему это произошло. В общем, поэтому видос получился не таким уж и большим. И половины квестовой линии просто нет. КОНЕЦ Продолжение следует...